Ну что, последние новости от Генерального штаба. Россияне перебрасывают на фронт по железной дороге больше личного состава и техники, сообщает Украинский Генштаб. В подробностях враг увеличил объемы перевозки с железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в району ведения боевых действий. Ну и кроме того, мы уже об этом говорили, но не будет лишним напомнить, что в течение суток противник нанес один ракетный, четыре авиационных удара, а также совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. И поступает информация постоянно на тех телеграм-каналах, которые отслеживают состояние воздушного пространства. Несколько тревог сегодня было и вновь предупреждают о том, что может быть очередной массированный удар. Хотя многие эксперты говорят, и мне кажется, это правильные советы, что жить постоянно в ожидании этих ударов не стоит. Всем и так понятно, что Путин будет их наносить, как только соберет необходимое количество ракет. Да, и вот только что поступила информация буквально несколько минут назад о том, что Россия повредила оборудование еще одной нашей компании энергетической. То есть обстреляли предприятие, погиб работник, еще один ранен. То есть политика эта не прекращается, желание оставить украинцев в темноте есть, но мы даже в темноте видим, кто они на самом деле такие. И даже на праздники стоит ожидать обстрелов, об этом предупреждает и президент Зеленский. Он сказал, что, пожалуйста, помните, кто воюет против нас в праздничное время, которое приближается. Российские террористы могут вновь активизироваться. Они презирают христианские ценности, любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Помогайте друг другу и всегда берегите друг друга, сказал Владимир Зеленский. Давай мы обсудим возможность нового массированного ракетного удара по Украине с нашим военным экспертом. Павел Ларкиичук присоединяется к нашему эфиру. Павел, здравствуйте. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, будет ли Россия наносить вот такой, как мы уже видели по Украине, массированный ракетный удар в ближайшие дни? Об этом говорят многие эксперты. Есть данные разведки, которые говорили, что это 22-е, это 23-е число. Ваши прогнозы, что можно сказать на данный момент, судя по поведению Российской Федерации? За последние дни россияне сконцентрировали на Энгельсе, на аэродроме Энгельс, ну уже, наверное, украинцы знают его, по удару неизвестными дронами, по-моему, это аэродром стратегической авиации, с которого наносятся удары по Украине. Так вот, они сконцентрировали там достаточно большое количество, а тут 95-х. Это плохой признак. Из Севастополя вышли в море подводные лодки. Они боятся, они выходят под прикрытием катеров, репторов с вертолетами, но в море выходят, тем не менее. Это тоже носители калибров, это тоже плохой знак. То есть, признаки того, что россияне готовят массированный ракетный удар, существует, есть, но будет ли он нанесен, это принимает высшее военно-политическое руководство этой страны, страны-агрессоры. Ну, и судя по тому, в общем, общему настрою российских агрессоров, от них ждать чего-нибудь хорошего не стоит. Поэтому я присоединяюсь к предупреждениям экспертов и чиновников о том, что надо быть осторожными, надо готовиться к возможным авиационным ударам, ракетным ударам, и надо запасаться на всякий случай, на праздники, всем необходимым, на случай блэкаута или других не очень хороших последствий. Не игнорировать сигналы воздушной тревоги. А давайте от частного к общему. Известно, что на днях Путин и Шойгу выступали на коллегии Минобороны, РФ, каждый сделал какие-то громкие заявления, планы некоторые озвучивали. Вы, наверняка, как военный эксперт, слушали, изучали. К каким выводам вы пришли, чего ожидать или к чему готовят Путин и Шойгу свою армию на 23-й год? Насколько затяжной может быть эта война, судя по их словам? И изменится ли ее формат, возможно, как-то? Ну, заявления Путина и его министра обороны, министра нападения Шойгу, сводились к тому, что российская армия будет увеличиваться. Но надо понимать о том, что то, что говорили, ну, в частности, Шойгу, что численность российской армии будет увеличена до полутора миллионов, на 300 тысяч, более там даже 400 тысяч. Это имеется в виду клеточки, это ведь не люди на самом деле. Это значит, что штатная численность будет увеличена вот на вот эти 400 тысяч. А это не значит, что в армию придет 400 тысяч людей и там в ней будет полтора миллиона. Я, собственно говоря, весьма сомневаюсь, что планы, такие глобальные путинские планы будут реализованы, потому что у них сейчас не хватает людей на ту численность вооруженных сил, которую постоянно утилизируют вооруженные силы Украины. И формально увеличить ее до полутора миллион, ну, еще на 400 тысяч, это весьма сомнительная идея, которая вряд ли будет осуществлена. Знаете, есть такой террорист Гиркин Стрелков, вот он, я его редко читаю, смотрю, но в своем саркастическом, ну, в его стиле заявлении, вот он сказал, в общем-то, неплохо о том, что, ну, если Шойгу с Путиным хотят реформировать армию, они не реформировать ее хотят, а переименовать, если они переименуют бригады в дивизии, то число войск, которые будут воевать против Украины, ничего не изменится, изменится только название. Вот в этом плане я с ним абсолютно согласен, потому что потенциала необходимого для такого роста вооруженных сил россияне не имеют. И мне кажется, что эти заявления больше направлены на, ну, в принципе, и на внутреннюю аудиторию для успокоения российского населения, что операция идет по плану, так и на внешнюю, на Запад, о том, что россияне готовы продолжать войну, как сказал, если не ошибаюсь, Медведев, до последнего солдата. Ну, это их, конечно, дело, но реальных действий не изменит ничего. Подтверждение ваших слов о том, что доукомплектовать такой численностью армию будет сложно или даже невозможно. И британская разведка говорит о том же, и американский институт изучения войны приводит такой аргумент. Россия даже не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой она говорила в 2020 году. То есть, если не смогли тогда, то сейчас, при условии беспрецедентного давления украинских войск на армию мобилизованных, это будет сделать еще сложнее. Такие аргументы приводят американские и британские исследователи. Ну, собственно, и увеличение числа контрактников на 600 тысяч, если не ошибаюсь, звучит весьма сомнительно. Если это они не смогли сделать в мирное время, когда в российской армии достаточно престижно служить, было для нас меньшим, для жителей депрессивных регионов, то сейчас эти перспективные контрактники понимают, куда ведь их собираются гнать. Если говорить о планах на 2023 год по итогам выступления на коллегии Минобороны, то, среди прочего, или даже в первую очередь, многие эксперты отметили, что первоочередной задачей Путина Шойгу ставят перед собой защиту сухопутного коридора в Крым на 2023 год. А есть ли какие-то конкретные свидетельства того, что это будет именно так? Ну, например, переброска каких-то частей соединений в Запорожскую область или в Крым, что вы об этом знаете? Ну, опять же, из этого совещания, из заявления Шойгу, можно подчеркнуть то, что будет формироваться две новых дивизии в Запорожской и Херсонской области. Ну, собственно говоря, в Запорожской и Херсонской области вряд ли чего у них получится сформировать. Я думаю, что их задача сейчас не формировать новые подразделения, новые соединения на оккупированных территориях, а скорее мотать оттуда ноги. И то, как ведется строительство укрепных районов, строительство инженерных заграждений на оккупированных территориях и на территории Автономной Республики Крым, свидетельствует о том, что россияне готовятся к наступлению Украины на Запорожщине, а также на побережье Крыма. Ну, что, в общем-то, молодцы, пусть готовятся. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос касаемо Бахмута. Сегодня президент собирал ставку верховного главнокомандующего и был такой комментарий, что есть перспективы на фронте. Речь идет о Бахмуте или это о чем-то другом? Ну, не хотел бы я комментировать заседание ставки. Для этого есть генеральный штаб, который оглашает планы сбройных сил Украины. Ну, что касается Бахмута, да, там есть определенный успех. После тяжелых городских боев на северо-востоке врага удалось серьезно потеснить за городскую черту. Это хорошо, потому что на самом деле это может быть тактическим переломом на этом участке. Как будут развиваться события, посмотрим. Ну, надо понимать, что Бахмут, он не в вакууме существует. Бои за Бахмут происходят в едином комплексе сражений на Восточном фронте от Кременной на севере до Углидара на юге. И хотя это была наиболее горячей точкой, но тем не менее и южнее там есть еще противника возможности для прорыва нашей обороны. Ну, если и, так скажем, под Авдеевкой и Углидаром чуть отбросят врага, то это как минимум не даст ему возможности прорыва нашей обороны выйти на оперативный простор, что, в общем-то, хочет Вагнер и Суровикин, Пригожин и Суровикин, что хотят. Ну, с другой стороны, эти контрудары могут стать основой для развития успеха нашими силами. И тогда к Новому году у нас будут хорошие новости. Мы, конечно же, ждем этих новостей. Павел, спасибо вам большое. В нашем эфире был Павел Акичук, военный эксперт. Спасибо.